А вот теперь думайте и учитесь. Меня как-то это достало. То, что наши творцы, в смысле строители, все подряд мне говорят, что зима это не место для стройки. Место, господа, место. Мысль-то простая для тех, кто хочет работать и не хочет переплачивать. Чем хорошо строится зимой? Ну чем? Да всем. Крыши не протекают, это раз. Вот замечательный фундамент на сваях, это два. Причем очень хороший. Дом просто висит в воздухе. Мало будет свай, станет больше. А вы не знаете, ну так поймите. На сваях стоят дома в несколько десятков этажей. Всего-то на тысячу километров севернее. Да, господа, Норильск, Якутск, Мирный. Да там много мест, где еще на сваях-то стоят. А Аляска, Норвегия, Финляндия. Ну так, страны с малость другими условиями содержания собственного населения, чем у нас. Так-то нормально, а то. Да и строительство лучше из качественных панелей. Уж поверьте мне, то. О, теперь про бред мышачий. Есть YouTube. Там вбейте и отвалите от нас. Кроме всего прочего, артель-перестройка, а мы говорим об оной, во-первых, работает круглогодично и везде. Во как! Смысл, в принципе, очевидный. Кто вам строит круто? И вы, по сути, должны понять, что по приходу в любую строительную фирму с косячными проблемами, типа, строим только летом. Мой вам совет. Отваливайте оттуда вы и больше туда не ходите. Во-первых, цены там странные. Во-вторых, оно вам надо, когда вы смотрите, как артель-перестройка работает. Весной, летом, осенью и зимой. Круглый год! Меня, конечно, все это дело удивляет, да? Минус 20 на улице. А мы работаем. А мы работаем в любую погоду, при любых условиях. Самое главное – сделать то, что необходимо заказчику. Ну, единственное, что в такую бы погоду мы не заливали бы бетон, поскольку все морозостойкие добавки до минус 15. Но в данном случае для именно этого заказчика мы выбрали ту погоду, какая нужна, и подушка под установку лифта ему залито в погоду минус 15. То есть, меня интересует тот вопрос. Со многими конторами я общаюсь. И вот они мне говорят, ну, вы знаете, мы зимой ничего не делаем, потому что не получается. Я говорю, а задаю вопрос, а какие у вас ценники? У них ценники какие-то идиотские, мягко так скажем. У вас какие ценники, по сути, события? Я не меняю ценники. Ну, зимой, понятно, чуть-чуть подороже, может быть, из-за именно тяжелых условий. То, что где-то приходится греть, где-то приходится стоять, ждать. Вот, только из этих соображений. А так, обычные ценники. Старые заказчики со мной всегда сотрудничают без вопросов. То есть, мы не будем говорить о главном, да? То есть, приезжают летом жители южных районов страны Советов, страны России, в смысле, Советского Союза. Вот. Но они зимой не работают. Тем не менее, мы можем и летом, и днем, и зимой, и ночью, и вообще в то время, когда они сюда приезжают, им показать, что, в принципе, какой смысл куда-то ходить, когда мы работаем для вас. Все вас знают, я вас знаю. Смысл? Зачем это делать? Я не понимаю. Ну, есть особенности южных работников. Они специализируются на бетонных работах, на кладке, на поклейке плитки, предположим, обоев. Это действительно стоит делать только в летнее, в основном, в летнее время. Ну, а мы-то, мы-то уральцы, мы приучены. Я такую школу прошел. Дай Бог каждому. Поэтому я могу работать в любых условиях. Вспоминая Ивана Харитоновича Рамазана, который выделил нам участки на поселке Западном, я ведь именно оттуда стал профессиональным строителем. Вот. Конечно, мы работали и зимой, и в минус 20 с лишним. Крутили гайки на морозе, собирали опалубку для монолитных домов и укладывали арматуру. А заливали до минус 15, как и сейчас. Вот школу зимнего строительства я прошел полностью. То есть, давай все-таки определимся, к кому надо обращаться. Я рекомендую обращаться к вам, в артель Перестройка. Я поддерживаю, потому что мы квалификацию не теряем за месяцы зимнего безделия. Мы продолжаем работать все время. Единственное, что меняется, немножко, может быть, виды работ. Но принципиально мы продолжаем трудиться. Что-то как-то стало сложно. Во-первых, по сути, мы вместе начали работать. Более четверти века мы работаем. Вот как-то так получается. Все делаем. Я монтирую, они перестраивают. Так-то, по сути, все нормально? Ну, типа того. Просто никто никуда не ушел. Я на телевидении, а они в работе. Хорошая тема, артель Перестройка. Сколько косячных контор есть? По сути, 95% это косяки. Сегодня есть, а завтра и след простыл. Здесь все по-другому. Работают они на благо вас. Ну, и о себе не забывают. При этом понтов конских у них нет. То есть, понятно, какие понты вам не нужны. Она работает, а вот это главное.